Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ага, подскажите, пожалуйста, есть ли выход из ситуации. Встречаемся с мужчиной два с половиной года, последние полгода мы не общаемся. Ссора произошла из-за моей ревности, увидела его на сайте знакомств. Написала ему. Он замолчал и полгода молчит. Раньше говорил, что любит строить планы, жить вместе. Сейчас вижу, что он постоянно висит в то-назаде знакомства, то он в одноклассниках. А у меня депрессия, на почве с ним ссоры. Не сплю ночами, волосы выпадают, угнетенное нервное состояние. Подскажите, как мне быть? Что делать? Спасибо, Евгений. Ну, Евгений, здесь несколько моментов. Первый момент, это то, с чем конкретно связано ваше состояние. Да, то есть, вот, что служит триггером, запускающим триггером, такому вашему, ну, я бы, наверное, сказал, длительному переживанию. То есть, получается, полгода после ссоры вы находитесь в своем нервном стрессе. Вот. То есть, получается, что здесь у вас стресс от чего-то. Страх, например, потери человека, возможно. Потеря чего-то важного для себя. вас задевает, ну, эта ситуация как-то. То есть, ну, условно говоря, влияет как-то на ваше восприятие, так скажем. себя. Себя. Вот. То есть, тут, в первую очередь, нужно выяснить, что есть стресс. Как бы его опредметить. Как бы его опредметить и как бы сделать более, ну, конкретным. Скажем так. Вот. Это первое. Второе, на что хочется обратить ваше внимание. Вы говорите, что ревность возникла. Ревность возникает, как правило, не на ревном месте. То есть, ревность, она возникает по ряду причин. И, на мой взгляд, вам нужны эти причины для себя выявить. Выявить. То есть, из чего? У меня возникла появилась ревность. Ну, то есть, вот, ну, семена в ревну ревну мая. Потому что что-то что-то ее обуславливает. Да? Ну, факт такой, вот, совершенно определенный, как мне кажется. факт. И его нельзя игнорировать. Как правило, ревность связана с, особенностями восприятия себя и соотношения с другими людьми. То есть, ревность связана с тем, как я воспринимаю себя и как я соотношу это с, ну, другими людьми, с представлениями своими о других людях. Вот, вы говорите о том, например, что мужчина строил планы. Значит, вот, по-видимому, здесь есть какой-то важный для вас момент. То, что для меня эти планы имели, вот, какое-то значение, видимо. значение, видимо, достаточно, ну, серьезное и являюще, являюще, является первостепенным. Вот. То есть, первостеп... первостеп... первостепенным, как бы, по сравнению, да, с личностью самого мужчины. то есть, мне не столько важен аааа, сам человек, ааа, ну, сам мужчина, а вот. Ааа, сколько именно, вот, ааа, те планы, как бы, ааа, которые он, ааа, ну, строил, ааа, ну, на меня, допустим. Вот. И вот вам, ааа, вот, в таком случае, да, ааа, ааа, желательно сначала ааа, увидеть ааа, значения для себя этих планов, увидеть аааа, в них свои собственные потребности, ааа, ааа, дифференцировать их немножечко. Ааа, вот. И, соответственно, ааа, ааа, так скажем, расширить ааа, способы достижения этого. Ааа, вот. Это, ааа, вот, ну, ааа, пожалуй, вот, то, ааа, то, на что бы я, вот, в первую очередь, обратил бы ваше внимание здесь. Да, имеет значение, ааа, то, ааа, что, ааа, составляет, ааа, суть вашей, ааа, мобили женского, ааа, поведения. Это тоже, очень, такой, важный момент. Ааа, почему, почему? Потому что, то, что мужчина, вот, ну, ааа, общаясь, ааа, с вами, ааа, грубо говоря, аааа, начал, вот, общаться с кем-то еще, аааа, свидетельствует, как бы, о, ааа, некоторых проблемах и, ааа, трудностях. Именно в вашем взаимодействии, именно вот в том, аааа, как вы, ааа, ну, конкретно общаетесь, скажем так. как вы себя ведёте и на мой взгляд это очень важно, повторюсь, повторюсь на мой взгляд по моему мнению. Дальше, ссора, да, если мы говорим о ссоре, ну во-первых как она эта ссора произошла, потому что вы почти ничего, конкретно про неё, конкретно про ссору ничего не пишете. Вы просто написали, что вот я увидела и написала ему. А чего написали-то? Чего написали ему? Собственно говоря. Что и о чём и как и так далее. То есть это вот не совсем понятно, но я бы сказал вам здесь следующее, что вам бы здесь, на мой взгляд, необходимо изучить вот психологическую игру «Скандал». скандал. Вот она вообще, ну так и называется скандал. Я бы вам рекомендовал её изучить. Для чего? чтобы лучше понимать и видеть то, что происходит. Вот. На мой, по крайней мере взгляд. Ну и наконец, последнее. То, что произошло, вероятно, ну по всей видимости, для вас, ну вот в какой-то степени травма. Психологическая. И, соответственно, травму необходимо проживать. Вот. То есть прожить её, проживать свои чувства. Сейчас они у вас не прожиты. Вот. Ну, в том числе, вот в силу того, чтобы мужчина молчит. Это вот необходимо, на мой взгляд, тоже обязательно сделать. Потому что иначе чувства ваши будут тянуть вас, вот как бы, ну, назад. Назал. То есть вы, вот в этом смысле, не сможете, ну, не сможете двигаться дальше. Вот такая, получается, картинка. Вот. Такой, такой, ну, вот такой, получается аспект. Аспект. Здесь. Я бы, по крайней мере, сказал. Вот. То, что составляет мою, ну, обратную связь. Вам. И для вас. Еще. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам, ну, как бы, начать обратную работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь вам за помощью. Вам она пригодится. И вы сможете действительно найти выход из своей ситуации. Удачи.